когда уже юбисофт покажет новый конвейер а какой конвейер ты хочешь от юбисофт мне вот допустим не нравится ассасин но мне нравится у них фар край он был прикольный да и гост реком был не чешный такой знаешь проблема современных игроков это то что они постоянно но и юбисофт они по-моему всегда делают игры категории b просто не трипл а ну что такое тупол и как мы говорим то есть просто по играл и забыл там полно неплохих игр просто нету трипл а и вот допустим 3 полей делают sony да вот допустим уши прошлого года то понимаете те же люди которые ноют по поводу юбисофт ну то есть понимаешь это временами это даже не как снобизм воспринимается воспринимается как как реально тупость то есть людям ноет по поводу ассасин скрита что он не нравится потом играть сусиму я на самом деле вижу много людей которым нравится сусима идации сема отличная игра мне она нравится ну как бы но при этом я могу сказать что вальгала допустим во многих параметрах сделано лучше него но при этом во многих хуже конечно тем не менее вот шутер far cry тоже хороший 4 5 только не понравилось остальные все клёвые были чё народ ноет я просто не понимаю но некоторые моменты там сделаны в срата но в целом поиграть можно играл поставить хорошее воспоминание вот гост рекон я за гост реком wild dance провел были надо посмотреть сколько там провел уже пару сотен часов точно чат просто но и конечно чат просто но и с другой стороны у ебисофт хочется спросить где мой спринтер сел и почему вы делаете сраный бомбермен наподобие супер смес бразерс для супер нинтендо вместо того чтобы сделать мне мой спринтер сел я готов даже на коопный спринтер сел как последний то есть он все равно был клёвый дай мне спринтер сел допустим вот такого бы хотелось да просто а потом выходит какая-нибудь игра другая от конторы которые не стоит ругать ну как бы и все такие ну вот на самом деле игра хорошая вот просто ну из вышла немного недоделанный но блин а разработчики то хорошие и в целом как бы ну игра хорошие допилят честно ну как бы ну почему вы так не относитесь вот и тому подобное да постоянно постоянно вот этого двуличие двуличие чата двуличие игроков она слегка поражает на самом деле рэды также оправдывали с киберпуком мальборомен и этот шутка мимо тебя прошла понимаешь я про них и говорю с усилий хотя бы сюжет есть ну да то есть ты достаточно ненаблюдателен чтобы не заметить сюжет ну допустим в той же вальгале да ладно чё как бы чё твои проблемы мы хотим не просто так мы хотим ради хейта ну как бы я же не против вон допустим division 2 мне лично очень понравился я бы прошел но у меня как бы друг заболел и мне пришлось уехать а так игра клёвая да вот да если бы она была синглова я бы прошел точно но блин постоянно собираться компании кому нужны друзья вообще 2021 серьезно мы вчера ели пиццу пиццу с грушами и с сыром гор горгонзола блин это так вкусно сырная пицца с грушей это прям офигенно я чё-то прям влюбился это было очень круто фу с грушами это просто не знаешь ничего вот это по-настоящему вкусно по-настоящему который привез бомж ой даша вызвали мы эту пиццу короче едет курьер мы подслеживаем его по карте мы яндекс заставка или что там или delivery club одна вот из этих вот контор короче говоря смотрим он едет не туда даже такая думает блин но не понервничала хоть тут связывается с ним он говорит у меня нет карты слышно что это ну человек уже пожилой вот и я горит не знаю где вы карты горит у меня нет дальше как у нас по карте видим но вот тут вам надо повернуть а он такой но вы меня видите куда мне налево или направо дальше играет мы сверху смотрим мы не знаем но наверное направо вот потом короче проходит еще полчаса даже звонит говорит вы проехали мимо нас опять в другую сторону вы сейчас куда едете что-то что-то такое он спрашивает ой он говорит а я горит не знаю куда я еду а вы где чё-то чего делать реально ехал полтора часа примерно ну не полтора час наверное где-то приезжает мужик вот я я-то знаешь я вообще к этому очень просто отношусь и возможно человеку реально просто заработать нужно это прикольно но блин как же от него перла это ужас и я реально вот у меня никогда не было предрассудков по этому поводу но приезжает чел и боже и он еду возит понимаешь я говорю давай я сам из сумки достану достал короче пошел вот просто ну реально противно было я не обрезгливо и всегда ко всем хорошо отношусь вы не подумайте что я там какая-то белоручка и что там ну там не знаю какой-то чсв которые вот ну там вот это вот вообще ни разу на просто от него перла так что ты реально там не знаю шибала в нос вот ладно хоть пиццу не съел общение с курьерами как отдельный вид искусства мы в уфе когда были я даже говорил что курьер это просто какой-то трэш сазона доставляли но и мне там по долгу вот этого всего часто приходится там встречаться с курьерами они привозят всякое разное в уфе курьеры какие-то все ты знаешь подорванные они тебя ненавидят сазона у нас вообще как мем был с дашей приезжает один курьер он вот так вот тебе бросает короче смотрит на тебя быстрее типа быстрее до подписывай и все и и все давай короче ты того подобное вот здесь на удивление в краснодаре как как-то все такие приветливые не знаю это странно кстати говорят о посылка чернобляд она такая и осталась похоже во франции я напомню что знаю мою непередаваемо острую любовь к игре чернобляд разработчики решили прислать мне пресс-пак я уже видела многим приехал ну ну это где-то многие понимаешь а то это я вот и они сказали мы сейчас вам из из польши отправляем физическую пресс-копию игры вот там типа крутое наполнение вообще следите в общем будет круто но и вот да короче из польши до франции она ехала полдня во франции она в аэропорту шарля-де-голля и потом дальше и короче вот это вот уже полтора месяца длится и она все еще там она выбирается из сортировочного пункта выезжает и возвращается на тот же сортировочный пункт а на следующий день опять выезжает но по трек номера слежу и возвращается обратно понимаешь просто я думаю что боги этой играни они увидели что я не ненавижу эту игру простите я я проговорился вот и решили что мне она не нужна вот я я просто представляю как бы выглядел там боксинг типа а вот курточка как в этой говеной игре а вот это вот набор выживальщика на игра говно так что да позвони перевозчику да мне насрать вот ну честно не приедет и хер с ней вот и да бак в реальности через текстуры провалилась тип того да к новому году приедет это как ко мне приехала кнопка на 100 тысяч подписчиков на ютюбе когда у меня уже полтора миллиона было ну типа всего на четыре года опоздал я такое мне еще суки должны были привести то бы там типа выбираешь вот эту серебряная кнопка приезжает и с ней какой-нибудь подарок там допустим рюкзак либо еще что-то либо штативчик какой-то вот я выбрал себе табуреточку такую на которая раскладывается и там тканевая сидушка вот а так и не приехала ко мне google где моя табуретка уже пять лет про ты какой пять лет уже восемь лет прошло как я сто тысяч набрал там о боже как давно этим дерьмом занимаюсь смотрел от netflix а веси мира да мы посмотрели кстати говоря вчера с утра короче ведьма кашла кошмар волка это произведение которое мне говорили многие здесь вполне себе неплохое вот она плохое и я говорю сейчас не как фанат там ведьмака цапковского или там ведьмака бжи бжовского вот это вот который сериал там польский был старый да вот просто весь мир там показан адамом дженсеном который при этом самовлюбленный мудак возможно где-то там в конце какая-то идет слом характер и тому подобное но на мой взгляд ведьмак кошмар волка выглядит как пафосный зумерский трэш и предназначен в первую очередь для зумеров а мне понравилось значит ты зумер людвиг прикинь вот вот эти вот выбритые виски и там как он бегает по пещерам и там утопцев херачит ультами резинганами которые полностью там же я не знаю если бы ведьмаков были бы такие силы то мы как-то ну знали бы про это нет ой короче там это вот но бумерская нытье короче вот это вот ну типа все раньше было лучше все плохо и тому подобное вот мне не понравилось она лучше книг лол ну или так я же говорю сколько людей столько и мнений я высказал свое и просто заметил что ну если кто-то не согласен с этим мнением то он глуп по определению король верит без догадательности нас да я так это меньше сюжет это меньшая проблема понимаешь основная проблема ведьмаков от netflix это их эстетика то есть она вообще всрата полностью это не воспринимается как ведьмак совершенно но лично мной вот причем все три части игры они абсолютно разные по дизайну но они воспринимаются ведьмаком и вот ты вот то что читаешь книги она четко ассоциируется с тем что вот в игре ведьмак что в первой части что во второе да даже тронбрейкер тот же самый вот это вот который там был карточной игрой он все равно воспринимается как ведьмак стилистически ведьмак с генри кэвиллом там только генри кэвилл его жопа это это лучшее что есть фильме огромного тут крутая такая вот а все остальное это не ведьмак а вот этот кошмар волк это тоже не ведьмак вот это какая-то срань вот это все что я хочу сказать а так ну типа кому-то понравится вон там зуммер и моргенштерн слушают там смотрят ведьмак кошмар волка играют фартнайт типа и ходят потом пукают ну типа вот что сказал про генри он бог еще раз генри кэвилл это лучшее что есть ведьмаке проблема ведьмака в сериала в том что он не про геральта он про енифер понимаешь и про и абсолютно какую-то ебанутую систему магов которые просто берут такие вот у меня тут рядом есть помощница превращу каяю fireball весь сериал а этот дракон вы помните этого дракона сериал топ ну блин это тоже самое как мне вчера сказали вот этот знаешь вот это вот драма а ты знаешь что джек шепард сказал что hellblade плохая игра я такой понимаешь вот тот же hellblade допустим он первую очередь сюжетная игра геймплей там говно ну то есть не говно просто очень очень поверхностный да вот а сюжет он он либо понравится либо не понравится есть тебе эстетика сюжет не зашел тут ну тебе не понравится кому-то другому понравится вам с этим человеком которому тебе понравилось ему не понравилось вам наверно нужно поубивать друг друга да вот сколько людей столько и мнений кому-то нравится валерин кому-то нравится маяк кому-то нравится я вот смотрел отряд самоубийц новый мне понравилось а мне доказывали, что он, типа, ну, совсем тупой. Я такой, ну да, мне понравилось, вот. Понимаете, то есть, блин, в косовщина это... Это... Это не круто. Должно быть одно только мнение. А ты в кровосись будешь играть? Нет, там официальное заявление было по кровосисим от меня. Она звучала примерно как, я очень люблю вампир маскарад Bloodlines, поэтому не буду играть в это зумерское говно. Не, ну если будет партнерский стрим, то, хм, неплохая игра, а так-то. Не, она без шуток неплохая, но, блин, мне просто больно от того, что они сделали с моей одной из любимых вселенных. Реально больно. Я говорю, я посмотрел геймплей у Лирика вчера, она была веселой, вроде бы. Сам играть я в это, конечно, не буду. Я просто... Я не представляю, мой стрим будет максимально душным. Я буду постоянно душиться и ныть. А что они сделали? Помнишь вампир маскарад, где вампиры тысячи лет маскировались под людей, соблюдали маскарад, чтобы их, ну, не увидели, да? Вот там. Ну, не пить кровь на людях, не вызывать подозрения и прочее, а не заражать людей больше необходимой нормы там. Вот. Из этого сделали батл рояль, где зумеры с бритыми висками, я ничего не имею против бритых висков, прыгают по крышам, с крыши напрыгивают на врагов, перестреливаются друг с другом и используют вампирские заклинания, жрут кровь и прочее. Вот. Игра при чем называется? Вампир за маскарад. Бладхант. Понимаешь? Не просто Бладхант, потому что это говно никто не купит. Вампир за маскарад. Но, блядь, даже в названии противоречия сукины вы дети, ёбаные разработчики говна, блядь. Простите, жопа сгорела. Бумера порвало, да? Да, типа того. Я даже не знаю, что хуже. Вот это вот, типа, батл рояль, она хотя бы у неё геймплей есть. Или визуальные новеллы, ублюдочные, которые выпускают по вампиру маскарад сейчас. Выходили визуальные новеллы, три штуки, по-моему, по вампиру за маскарад за последние пару лет. Они все были очень плохи. Натурально плохи. И при этом повестка там была такая, что... И ты думал... Ну... Ладно. Но нет. В итоге не ладно. Случается, когда у разрабов нет мозгов, но есть желание срубить лёгкого бабла. Не-не-не-не. Ты посмотри на игру. Там, в принципе, с геймплеем, с ТТК, с движением персонажа, геймплей там вполне качественный себе. Он мне напоминает эту игру от Ubisoft, Battle Royale, который вышел. Она не была настолько плоха. Она просто была никому нахрен не нужна, понимаешь? Как назывался от Ubisoft Battle Royale? Она не была прямо уж плоха. Она была вполне себе качественной. Это просто та игра... Гиперскейп, да. Вот. Была игра, которую никто не просил. Вот. И поэтому она нахрен и не выстрелила. Вы не поверите, только я обсуждал эту игру вампиров в Bloodhut и решил зайти в Twitch к любимому стримеру. И стример для меня начался с бомбежа про эту игру. Совпадение, думаю. Да сейчас пол этих... Пол интернета фанатов бомбит. А вторая половина такая. Ну норм. А вторая бомбит за Saints Row. А там та же самая история. Ее никто нахрен не просил. Я говорю, бомбежа я прям не понимаю. Потому что... Как супер трэш комедия, Saints Row себя просто изжил. И типа в третьей, четвертой части все, что хотели, сказали. Ну типа там только повторы шуток будут, наверное. И повторы типажей. Вот. Делать супер серьезную, как в GTA San Andreas, как первые две части, ну клон San Andreas были. Тоже она нахрен никому сейчас не нужна, потому что сейчас не 2005 год. Вот. Поэтому единственное, что остается сделать какое-нибудь зумерское говнище. А кому оно сейчас нужно, в принципе, это зумерское говнище? Никому. Зумером? Ой. Зумером вообще ничего не надо. Зумеры? Это геймеры в ярости. Какая бы игра не вышла, супер фотореалистичной графикой скажут, у персонажа волосы темные, а я хотел светлые. Все, пойдем. Мне это критик бомбить и тому подобное. Зумеры, понимаете? Мы смотрели на игры на PlayStation. Там было 4 полигона на габе лого на всифон-фильтре и озвучка русская гнусавая, которая вообще, типа, не попадала в сюжет. Мы такие, бля, как в жизни. Охуеть. Вот это, понимаешь? Сейчас выходит какой-нибудь там супер реалистичный там проект. И все такие, текстурка вон там, в шторке говно. Уберите. Не, не буду. Не буду играть. Вот это и тому подобное. Я, блядь, помню, как на этих, на кассетах игры грузили. Вот это вообще бумерская тема уже. Сука, сидишь 20 минут и там, короче, вот это вот грузится с магнитной пленки игра. И вот эти звуки противные. Потом игра загрузилась и ты такой сидишь и думаешь кайф.